Всем доброго утра! Вы только представьте, в мире существует более 50 тысяч профессий, у каждой свои особенности и требования. Но если сложность работы шахтеров, врачей, нули строителей не вызывает сомнения, то есть такие занятия, которые многие считают ленивыми. Мы составили список некоторых из них. Охрана! Встает охрана! Стоит сразу оговориться, что позволить себе быть ленивыми могут далеко не все представители вышеупомянутых профессий. Если человек работает не в старом подъезде или на полузаброшенном складе, времени просиживать штаны практически не будет. Очень многие люди думают, что охранники – это ленивая профессия. Я сказал бы, что это ленивая профессия. Наоборот, это ответственная профессия. Ну вот мы, например, в университете охранники. Соблюдаем порядок, соблюдаем дисциплину, смотрим за всем. Смена охранников в университете начинается в 7 утра и длится 24 часа. За время дежурства нужно проверять всех, кто ходит в корпус, выдавать ключи от аудитории и делать регулярные обходы здания. Сами сторожа называют себя ночными ректорами, ведь после того, как уходят все преподаватели и студенты, ответственность полностью ложится на них. Был такой случай, даже сработала сигнализация кассы. Когда милиция приехала, мы их не звали, но они рвались, мы их не пускали до тех пор, пока кассы еще не приедут, потому что у нас было все нормально. Это у них в пульте была неисправность. Если номерок дашь мне, шубу дам тебе. Любителям прекрасного и тем, кто двигаться не очень любит, может подойти работа гардеробщика в театре. Вы часто будете в центре внимания, к тому же окружены интересными людьми. Перед началом и в конце спектакля, конечно, придется побегать, а вот в перерыве можно вдоволь напиться чая с коллегами. Вот только так кажется только на первый взгляд. На деле вам придется выполнять очень много других функций, а еще на вас ляжет большая ответственность. Они несут полную ответственность за сохранность вещей, то, что оставляют зрители. То есть в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств, они должны в любом случае находиться в гардеробе, никуда не удаляться. Они в будние дни занимаются сухой уборкой зала, еще они разносят репертуарный план по городу, расклеивают еженедельно афиши к идущему репертуару. Еще гардеробщицы наши должны знать репертуар театра, хорошо должны быть знакомы, кто играет в спектаклях. То есть они должны отвечать на все вопросы, потому что зрители у нас задают много вопросов. Я в основном ряду! В основном ряду! Эта профессия подойдет для тех, кто любит кино, но не очень хочет работать. Сейчас на крупных телеканалах снимается большое количество разных ток-шоу. Последнее время их стало настолько много, что для того, чтобы обеспечить массовку, людям приходится приплачивать. Суммы, конечно, не очень большие, зато нужно просто сидеть, нужно время аплодировать, а еще иногда можно увидеть что-то интересное. Еще одна якобы ленивая профессия – библиотекарь. По мнению многих, эти люди только и делают, что пьют чай, читают книги, сдувают с них, а заодно из себя пыль. Каково же было наше удивление, когда в университетской библиотеке мы увидели молодых девушек, а темп работы у них такой, что назвать их лентяками у меня язык точно не повернется. Нужно знать и литературу, чтобы можно было и посоветовать, и порекомендовать. Нужно знать очень хорошо фонд, а фонд у нас очень огромный. Наш фонд составляет около миллиона книг, поэтому нужно очень хорошо ориентироваться в книгах. И также надо находить подходы к любому читателю, чтобы удовлетворить любые запросы читателей. В то время, когда нет читателей, приходится работать с документами, составлять невероятное количество отчетов и беречь редкие экземпляры книг. Итак, пора делать выводы. За исключением массовки в студии, у остальных профессий нашлись свои подводные камни, трудности, о которых многие не подозревают. Поэтому любите то, чем вы занимаетесь, дело, в котором вы себя чувствуете комфортно и уверенно, и не обращайте внимания на чужое мнение.